С сегодняшнего дня, товарищи, мы решили действовать. Не молчать. Мы действительно есть, мы существуем. Мы намерены бороться, идти до конца. Сейчас мы выйдем на улицу, устроим пока одиночный пикет и посмотрим, как наши власти на это отреагируют. Раз не хотят слышать народ, мы решили действовать самостоятельно. Продолжение следует... Одиночный пикет. Так будет писать о будущем, нашим народам. Вот, несмотря на 40-градусный мороз, мы вышли и будем отставить свои права. Нам положим митинги по закону. Во всех городах прошли митинги. Почему у нас запретили его? Разрешите. Это не мое извергление. Извергление народа. Просить, начать надо. Просить, начать надо. Поддержите. Пока отмел. Так. Здравствуйте. Что сегодня у нас за пикет тут такой? Здравствуйте, Роман. Мы сегодня снимаем нашу администрацию, которая нам, простым людям, запретила проводить митинг 10 февраля. На основании того, что возле спутника стоит снежный городок. У нас выходят нормальные, адекватные люди, рабочий народ, которые пришли не какое-то быдло там сносить эти фигурки. Мы пришли просто объявить, что власти наши, выпуская законы, просто терроризируют людей. Мы дошли до такой точки, что уже пора не молчать, а выходить на митинги. Вот так вот. Везде в городах прошли митинги, кроме нашего. Мы дали две заявки на проведение митинга. Нам во всех обращениях отказали. Сегодня остается только выходить в одиночные пикеты и говорить о том, что нам не дают высказать того, с чего мы хотим. Пикет, Фёдор Георгиевич. Что за пикет? Пикет? Коммунисты объявляют о себе, наконец. Ты что, один коммунист? А одиночный пикет нельзя по-другому. Пусть работают. Вот, товарищи, скажите пару строков коммунистов о нашем будущем городе, что где-то перспективы никакой в городе, на будущем. Что надо выдвигаться, надо говорить. Коммунисты, оказывается. Угу. Ну, совместительница. Морозяка сегодня, конечно, не здесь. Моргия, не здесь. Не мы уже. Серго. Божно. Большое. Рès.